Ребята, всем привет! Это... Собака-мама. Вот такое вот у нас начало новогоднего влога. Я только что приехала домой к родителям вместе с Евьиной, с кучей подарков. Еле всё это дотащила. Пока что на столе у нас ничего нет. Мама всё готовит, и сейчас я приехала ей помогать. Сейчас около шести. Я думаю, что у нас дофига времени до Нового года, и мы всё успеем. Но больше всего я жду момента, когда я всем подарю подарки. Саша говорит, что мне повезло родиться перед Новым годом. Столько праздников? Так весело. Думаешь, повезло родиться в Новый год людям? Ну, повезло. Два праздника в один день. Ну, если ты, конечно, ребёнок. А если ты не ребёнок? Если бы ты родился в Новый год, тебе дали два подарка. Плюсы? М-м-м. А может быть, тебе дарят только один подарок? И говорят, это тебе на Новый год и на день рождения. Ну что, Саня? Я посмотрел. Такого ни у кого нет у твоих друзей. И вряд ли будет. Это моя PSP, Саня. Смотри, какая. Но она более новая. Она мне просто не очень нужна, я её особо не пользуюсь. Приставка? Приставка. Вот, короче, мои любимые игрухи. Нифига. Спасибо. А смотри, это ещё не всё. А здесь, короче, остальные. Во. Это всё игры, Саня. Чё себе. Ещё мышечка тебе, крыска белая. На, с конфетами. Держи. Семьего года. Плачешь? Нет. А поцеловать братика? У меня за фломастер с карандашами никто не целовал. Ну-ка, не видно, я не видела. Ага. Так, что я подарила маме? Уже подарила, не для кадра. Вот такой крем от Colorance. И подарила маме хайлайтер, который у меня был. Такой же купила, как у меня был маме, потому что он просто офигенный. Ладно, Гоша, теперь ты покажи свой подарок, который я тебе подарила. Вот, это у меня подарок, который я подарила, мне моя любимая. Да. Такая классная. Ну, классная же. А Виве мама подарила любовь. Ну, я, короче, не знаю, что это такое, но для волос. Вот такая офигуяная. Вот такая офигуяная. Гоша, ты мне научишь играть? Это масло. Вот такая вот. Спасибо, брат. Ладно, у меня есть ещё один подарок для тебя. У меня для тебя новенький автомобиль. В смысле, это как это? Я тебе машину подарила. Что, серьезно? Вот три, что это машина. Это Лексус, Саня. Нереально это моя машина? Серьезно? Так, конечно, нет, ты ещё маленький. А, давай. Спасибо. Нет, а давай. Спасибо. Саша, ты чего не ешь? Самый крутой подарок, спасибо. Надо же кожу тут взять. Так, ну что ж, вот мы накрыли на стол. Рыбка, икра, салатики. Мама тут даже вон что нарисовала. 20-20. Мои любимые соленья, оливье, крабовый, фруктики, шампанское. Вивена! Ничего не хочется. Мы только что делали семейное фото. Ну как семейное? Мать и дети. Не все в семье прошли касте. Заедите, называется фото. А царица-то я? Ну и не я ж там в центре командовал. Все тут. Все здесь. Все. Нет. Старшего поколения. Всех. Кто прошёл через... Тешевые испытания ранее от нас. Господи, две минуты! А-а-а! Ты взял бумажку? Нет. Ты чё, всё? Три года жгуйничали, они маленькие. В этом году не буду жжать. Я же бумаги наил. 2020 год. Вивена, ты куда пошла? Нет. Сейчас мы загадываем желание, пока будет куранты. Все загадываем желание. И ты тоже. Загадывай. Три миллиона долларов. Можно просто три миллиона долларов. Я сам всё решу. Чтоб все были здоровы, это самое главное. Ура! Ты что, уже она покидает? Спустя миллион лет, наконец-то, мы выходим. Мама вся в пакетах, в шапках, в шарфах, в шампанских, в стаканчиках. Быстрее! Ну всё, наконец-то, мы идём. Ну как тебе Новый год, мама? Супер! Супер! Снега нет, да. Очень весёлый, позитивный Новый год. Жалко, что без снега. Да! Если был бы снег, было бы ещё лучше. С ума сойти. Ну ничего, ещё впереди 10 дней практически выходных, так что, может быть, снег выпадет. Надеюсь, я куда-нибудь улечу, например, на Бали. Вы меня все знают, я хочу на Бали до моря тут. Сейчас мы идём в сквер, в котором встречаемся каждый год. Эту традицию мы с Кариной завели в наши семьи. Встречаться каждый год на одном и том же месте. И семьями взрывать салюты. Сейчас посмотрим, что за салюты у нас. Мы все в этот раз в шапках. Таких вот. С Новым Годом! Во-первых, ты без униформы! Сайме, я так сказала, что ты тема снялась. А почему они взяли вот таких штучек? Спасибо, Юля позаботилась, а? С новым моя, принцесс. Здравствуйте, всем с Новым Годом! Смотри свой подарок. Я уже вижу название магазина, я же здесь должна открывать. А ты знаешь, что это за магазин? Конечно. Ну просто разок посмотри. Я посмотрю, но в кадре не покажу. А там ничего такого. Брат, это щелковый тебе красивый халат, очень красивый. Халат? Халат. Халат, Ле. Правда? То есть он на запах, да? Ну, с завязочкой халат. Хорошо, потому что по моей фигуре. Тебе очень понравится, надеюсь, Ле. Ай, это что, вот так делать? Да! Это я из Дубая привезла! Я же тебе позвонила, спросила по поводу билетов. Да. Ты мне сказала, так резко не могу. Хотела тебе билеты подарить. Но у меня же... Можно еще в следующем году, Ле. Могу тебя отправить в следующем году. Билеты дарю в Европу. Ура, поеду. Хи-хи. Вау! Нифига себе! Дети радуются. Ася, а что ты думаешь, что ты думаешь? Дети, зажигайтесь. Ребята, вчера очень резко я прекратила снимать после салютов, потому что мы пошли домой к маме напевать, доедать. Сегодня 1 января, и мы со Славой приехали на его концерт. Привет! Здорово! У тебя концерт крутой сейчас будет, да? Да. У тебя есть пропуски? Девчонки, трепещите. Это все тебе? Да. Короче, рассказываю. Вчера я очень много ела, пила, провожала старый 2019 год и встречала новый 2020 год. Потом мы пришли домой, включили Гарри Поттера, потому что мы начали смотреть Гарри Поттера, и вот первую часть мы не досмотрели, и получается, вчера в Новый год мы досматривали, но мне досмотреть не удалось, потому что я просто вырубилась спать. Встала я сегодня в полчетвертого вроде бы. Славе нужно было ехать выступать, и я подумала, что почему бы и нет, поеду вместе с ним, что дома валяться. Так что давайте смотреть выступление Славы. Сейчас будет разгоночка, приготовьтесь. Я в метро, твоя стация мимо. Мне казалось, ты была такой счастливой. Я в метро, твоя стация мимо. Мне хотелось, чтоб ты была счастливой. Я не знаю, все летают домой, я листаю в телефоне наш альбом. Я отпускаю тебя, я отпускаю тебя на берег. Я отпускаю другую, я, и ты читаешь мои мысли. Все наши воспоминания. Я отпускаю с тобой, я отпускаю лети, лети. Итак, ребят, я уже дома. Последние пару часов первого дня нового года, и я решила поздравить вас. Пожелать вам всего самого наилучшего в 2020 году. И надеюсь, что все ваши мечты, все ваши желания, все сбудется. Тем, кто учится, желаю хорошо сдать экзамены летом. Кто поступать будет в этом году, всем желаю поступить. В общем, всем желаю всего самого классного, чтобы каждый встретил свою любовь, кто еще не встретил. Ну и, конечно, хочу сказать большое спасибо всем, кто был со мной в 2019 году, кто остался со мной, кто продолжает меня смотреть, подписан на меня. Надеюсь, что в 2020 году я вас не разочарую. Надеюсь, что наоборот только мы станем еще ближе. Дома у меня вот такая царит атмосфера праздника, просто всех возможных праздников. Цветы, елка, шарики, в общем, так очень уютненько, прикольненько. К сожалению, этот видос получился коротким, но на самом деле у меня как-то вот прям не сильно большое было желание снимать на Новый год. Ну и просто, вот честно, хотелось просто выпить. Просто выпить и расслабиться, все-таки праздник, все такое. Потом попускали салюты новые, сами видели. Ну и пошли по домам, это я вам уже рассказывала. Сегодня я весь день как вообще какая-то вареная колбаска, сосиска, я не знаю. Я вообще в шоке, что я сегодня выбралась из дома, куда-то мы поехали, пошли весь день прогуляли, очень устали. У Славы еще было выступление. Ну, все хорошо прошло, и мы наконец-то дома можем отдыхать. И то я не отдыхаю, я сижу монтирую этот визор, чтобы скорее его выставить. И мне так хочется его поскорее выставить, даже не хочется ждать дня, хочется прям сейчас поставить на загрузку и открыть. Всех благ вам, мои хорошие! Я просто надеюсь, что для каждого 20-й год будет классным, лучше, чем предыдущие. Каждый год на это надеюсь. Я точно знаю, что для меня это будет очень сложный год. Очень сложный, но я думаю, что он будет очень крутой, насыщенный. Я каждый год так, типа, думаю, планирую. Но вот, например, 19-й год у меня был очень сложный. Я рассказывала в своем видео про итоги года, цели на 20-й год. 19-й год был действительно для меня, ну, сложный психологически, морально. Я не знаю, ну, физически, наверное, тоже, да. Хоть год 19-й был сложный, но он был такой очень важный. И, наверное, в 19-м году я поняла, что я должна делать, куда я должна двигаться. Каждый год я так говорю на самом деле. Ну, в любом случае, 19-й год был для меня очень классный, счастливый. Хотя было и много реально таких неприятных моментов. Но они тоже научили меня, сделали меня сильнее. И я не боюсь, что в 20-м году будут какие-то сложности, трудности. Нету таких испытаний, с которыми мы не сможем справиться, которые мы не сможем преодолеть. Ой, в общем, столько планов на 20-й год. Хочется реально много работать, хочется много общаться с людьми, потому что я на самом деле очень закрытый человек. Я очень сильно люблю дом, домашнее пространство. Мне не очень нравятся тусовки. Я не очень... Ну, не фанат прям. Реально очень часто меня куда-то зовут, а я очень редко куда-то хожу. И я хочу это исправлять, потому что в 19-м году, особенно под конец года, я начала больше выходить из дома, общаться с людьми, тусоваться, знакомиться. И сейчас я понимаю, что на какую бы вечеринку я не пришла. Если у кого-то день рождения, там, не знаю, какой-то праздник, какая-то просто презентация, чего угодно. Я туда прихожу, и я не чувствую себя какой-то, не знаю, нелево, я просто, типа, ни с кем не знакома, ни с кем пообщаться. У меня такого нет. Потому что я стала чаще выходить из дома, и теперь каждая вечеринка, на которую я прихожу, я не боюсь там находиться. Я сразу знаю, что даже если я приехала одна, например, без Карины, Славы, я точно знаю, что там будут ребята, с которыми я хорошо общаюсь, знакома, со всеми пообщаюсь. Надеюсь, что в этом году у меня будет много классных коллабораций с блогерами. В этом году я выставлю, выпущу песню свою, которую так долго тяну. И меня это, конечно, очень расстраивает, но у меня уже есть приблизительные даты, и это будет в январе в этом месяце. Я этого безумно жду. Единственное, что не уверена, я, конечно, по поводу клипа все еще, но я буду очень стараться, чтобы получилось его снять. Я не знаю, я просто, просто хочу, чтобы в этом году у меня все получалось еще лучше, чем в том году. Буду очень много стараться, я это уже сто раз сказала, но у меня действительно цель этого года просто много работать, работать над собой, над своим каналом, инстаграмом. Не знаю, хочется каких-то классных проектов не из-за денег, а просто, просто классных проектов. Так что вот, пока не знаю, что именно меня ждет в 2020 году, но уверена, что все это будет интересно, и я просто надеюсь, что вы будете со мной, будете меня поддерживать. Я буду стараться поддерживать вас, дарить вам хорошее настроение. Надеюсь, что у меня это получится. Спасибо большое всем за то, что посмотрели это видео, за то, что посмотрели другие все мои видосы за 2019 год и 2018, 2017. Спасибо большое каждому из вас за оставленные комментарии под моими видео. Для меня это безумно ценно. Я все читаю и надеюсь, что в 2020 году этих комментариев будет еще больше, потому что, не знаю, мне бывает лень потратить время, не знаю, на готовку, на еще что-то там, куда-то поехать по каким-то делам, но мне никогда не лень потратить час-два на то, чтобы сидеть и читать ваши комментарии, потому что меня это безумно заряжает, и я понимаю, что я не впустую все это делаю, я вижу отдачу людей и их активность. И не просто активность, типа, ой, сколько комментариев, а то, что люди пишут, для меня это безумно приятно. Обожаю ваши мемасики, обожаю то, что вы комментируете какие-то мои фразы из видео. Это здорово, потому что у меня появляется ощущение, что это не просто я выгружаю куда-то в интернет, фиг пойми куда, это просто я как будто бы показываю своим друзьям, вам, и вы просто ржете над какими-то моментами в моей жизни, какими-то приколами, как будто бы мы с вами просто гуляем где-то, болтаем и ржем все вместе. Каждому блогеру могу сказать, обязательно слушайте свою аудиторию, читайте комментарии, которые вам оставляют, потому что это реально важно, и старайтесь чаще прислушиваться к своим людям, к своим подписчикам. Ну и просто хочу сказать, что вы мне безумно помогли в 2019 году, и действительно, если бы не вы, ну я не знаю, я бы, наверное, так не зажглась снова и не начала бы столько снимать видосов. Короче, не хочу много болтать, потому что я думаю, что у нас еще весь год впереди, еще столько буду болтать. Ребята, готовьтесь, мои хорошие! Еще раз спасибо вам большое, и еще раз поздравляю вас с новым 2020 годом, год крысы, между прочим. Кто из моих подписчиков крысы, напишите в комментариях. Будьте счастливы, здоровы, чтобы все ваши родные, братья, сестры, дедушки, бабушки, мамы, папы, чтобы все были здоровы. Это самое главное. Просто будьте счастливы, всех люблю, целую, обнимаю, и всем пока!